Пруд зимой. Сегодня я хочу вам показать свой незамерзающий пруд зимой и как у меня происходит аэрация пруда зимой. С наступлением зимы каждый думает, как предотвратить замор рыбы зимой в пруду, потому что зимовка рыбы это очень важный период в процессе разведения рыбы. Мой пруд устроен так, что аэрация пруда зимой уже изначально решена на этапе строительства пруда, а сама по себе аэрация воды, как таковая, в моем пруду происходит круглый год и зимой в том числе. Такой принцип работы пруда, как у меня, когда аэрация пруда или другими словами обеспечение кислородом воды у пруду происходит круглый год, возможно не каждый сможет реализовать в полной мере, как это сделал я. В большой степени это зависит от места, в котором находится сам пруд с рыбой. Я местоположением, на котором находится мой пруд, воспользовался на все 100%, благодаря чему в моем водоеме теперь происходит постоянная и бесплатная аэрация пруда зимой. Рядом, возле моего пруда, протекает небольшой горный ручей, в котором всегда полно воды, и зимой, и летом. Из ручья по отведенному каналу вода обильно поступает в водозаборник. И как можно увидеть, несмотря на морозную зиму, уровень воды в водоприемнике достаточно большой. Ну а далее, по подземной трубе, насыщенная кислородом вода, постоянно поступает прямо в зимний пруд. Таким образом, насыщая кислородом водоем, круглую зиму. Дальше, через трубу для перелива, вода, обогатившая кислородом водоем, спокойно вытекает из пруда, попадая снова в ручей. То есть, принцип работы такой. С одной стороны пруда, свежая вода поступает в пруд. Далее, протекает через весь водоем, и вытекает через трубу для перелива, которая находится на другом конце пруда, напротив входной трубы. И даже если из-за сильных морозов пруд полностью накроется льдом, то свежая, обогащенная кислородом вода, все равно попадает в пруд, где подо льдом она протекает через всю длину пруда, насыщая пруд кислородом. Таким образом, у меня происходит бесплатная и постоянная аэрация пруда зимой.